Так, где вы улечки? Смотрите, про марафон. Марафон направлен на то, чтобы почувствовать себя, почувствовать то, что важно вам сделать, освободить себя от вот этих вот лишних, чужих целей и планов. Потому что, почему не забываются мечты наши? Потому что в какой-то момент есть какие-то препятствия. Либо это внутренние препятствия, страхи, опасения, сомнения, либо это препятствия могут быть следующего характера. Те цели, которые ставят нам, это цели не наши. То есть это социальные цели, которые мама говорила, папа говорил. То есть вы выполняете не свою задачу, вы выполняете чужую задачу. И, соответственно, с этим со всеми будем работать. Почему иногда не получается? То есть мы все умные женщины, мы много читаем, мы слушаем информацию, книги и так далее. Но почему-то не работает. Часто бывает, девчонки говорят, «Лен, ну почему, смотри, я вроде умный человек, и я там много что знаю и умею». Но в какой-то момент трасса не работает, трасса не срабатывает. У нас не хватает двух паззлов, девочки. Первый паззл – это знание, второй паззл – это энергия. Если у вас знание есть, а ничего не происходит, значит, у вас не хватает энергии. И на марафоне мы будем добавлять вам энергию. Это то, то топливо, на котором происходит движение. Если у вас полно энергии, если у вас этого топлива завалить, но вы идёте не в ту сторону, то есть вы бежали, 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 прибежали, и ты говоришь, «О, кто эти люди, где мои вещи?» Это говорит о том, что у тебя просто не хватает знаний. И мы будем давать вам знания, я буду давать вам знания о себе. Потому что самое первое знание, которое нам важно получить, девочки, это о себе знания. Если мы себя не знаем, мы никогда не привлечём в своё пространство то, что нам важно. На первом занятии мы с вами работаем с энергией бессознательного. Мы работаем с бессознательным пространством. И я вам буду давать такие тесты. Мы будем это делать в состоянии с закрытыми глазками. Это будут медитации. И мы будем с вами исследовать разные области жизни. И мы будем с вами узнавать, в каком состоянии эта область в вашей жизни. И как к этому относится наше бессознательное. Какие там есть установки? Ну, например, финансы. Что по поводу финансов у меня происходит? Какие там у меня живут тараканы? Что там у меня вдруг почему-то не работает? И мы всё это будем делать с вами через тестовый вариант. Именно в практиках и медитациях с погружением. Мы будем работать с тем, чтобы настроиться на ту вибрацию, на ту волну, которая привлечёт к нам то, что нужно и то, что нам важно. Вторым занятием будет фэн-шуй. Женщина, девушка. Я очень её люблю, обожаю. Мы с ней 10 лет уже знакомы. Она учится у Лилиан Ту. Она учится из первоисточника. И она расскажет вам про этот год. Что в этом году у нас происходит. Какие зоны активировать. Где лучше вообще не показываться. Если вы родились, мы все родились в определённый год, то есть какая удача для вас в этом году. Либо наоборот. В чём-то нужно быть очень осторожной, аккуратной. Она вам пошагово даст инструкцию, что сделать со своим домом, чтобы перейти в этот новый год красного петуха. Потому что он очень благоприятный. Там наконец-то все звёзды встают так, что у нас есть возможность воспользоваться наилучшей удачей этого года. Это, знаете, как карточка. Тебе дали золотую карту. И мы вам дадим код, девочки, чтобы вы могли воспользоваться то, чем Вселенная в этом году будет нас радовать. Как создать вот эти вот гармонизаторы, я их называю. То есть в пространстве, в нашей квартире обязательно хорошо иметь гармонизаторы, которые гармонизируют энергию, которые притягивают туда то, что нам важно. Дальше. Лена вам сделает подарки ещё. Она вам, не буду раскрывать тайну, она вам расскажет и подарит, и даст такие три ритуала, классные очень, которые тоже помогут вам создать такую наилучшую ситуацию вокруг вас. И прежде всего, смотрите, фэн-шуй для меня – это такое, знаете, это наше сознание. Это не то, что мы просто там вокруг себя пол помыли, да, и всё. Это то, как мы готовы принять в своё пространство, в своё сознание то, что улучшит нашу жизнь. Следующее занятие в марафоне, третье занятие, буду я у вас проводить, и я вам расскажу о тех стихиях, которые, вернее, о тех энергиях, которые мы внутри можем поддерживать. Это архетипы наши. И я вам дам структуру из восьми женских архетипов, и я вам дам структуру из восьми мужских архетипов, и расскажу, как они соединяются. И как собрать нам три мощных женских архетипа, это такие, они собираются через образы, через умение говорить, через мейкап, через прическу, через одежду, через умение двигаться, как ты поднимаешь в себе определенную энергию от этого архетипа. Их восемь. Архетипические энергии – это энергии, которыми пронизано, девочки, всё. Если вам нужны финансы, вам нужна определенная архетипическая энергия. Ну, это энергия богинь, это греческие богини, но мы её с вами адаптируем под нашу современную жизнь. И четвёртым занятием будет женщина-стилист, которая расскажет вам, как выбрать для себя определённый образ. У вас будут домашние задания, вы будете создавать себе луки, вы будете нам их отправлять, и мы будем дотачивать ваши образы, чтобы у вас уже были готовые такие картинки для себя, да, вот эти с аксессуарами, с верхним бельём, с нижним бельём, да, которые будут помогать тебе в определённых ситуациях проявлять определённые свои качества. Дальше, последнее, завершающее, пятое занятие у нас будет ритуал Джамбала. Джамбала – это бог изобилия в индуизме, и Лена вместе со мной будет проводить вот этот ритуал. Потрясающий красоты ритуал, мы делали его на выездном тренинге, он делается с водой, он делается с чашами, он делается с красивыми золотыми фигурами, и мы вас подключим к этому потоку, к этому состоянию, в котором уберутся просто все препятствия, и вот эта благодать, которая каждый день, каждую минуту, она на нас течёт, вот эта благодать, она будет течь на вас, потому что мы пользуемся этой энергией. И я вам хочу сказать, что вот первый раз, когда этот ритуал я увидела, Лена мне говорит, она говорит, я съездила там, говорит, получилось, и мне, говорит, так понравилось, ну вот этот ритуал с Джамбалой, с мантрами, с пропиванием, с зарядкой, когда мы заряжать будем с вами определённые предметы, вот именно на то, чтобы это работало в твоей жизни. По интернету это возможно, потому что энергия по интернету движется, течёт. вот у вас сейчас 14 человек, но я вас чувствую, я вас вижу, я кого-то знаю, кого-то узнаю, вот, кто-то меня видел вживую, кто-то вживую меня не видел, но всё равно это работает, работает женский круг, работает наше намерение, наши мысли. Так вот, пятое, это будет наш выпускной, это будет 28 число, это будет как раз переход, вот к этому, нашему красному году петуха, где мы с вами хорошо поджамбалим, вот прямо сделаем так, чтобы у нас появился предмет, чтобы у нас появилось состояние внутреннее, и к тому же, у вас остаётся запись, вы можете это смотреть, вы можете вдохновляться, вы каждый день в свою почту будете получать, по одному письму, это будет от меня, от Лены, от Татьяны, женщины-стилиста, которые будут вести, где мы будем вас сопровождать, где вам будет даваться такая чёткая инструкция, по которой вы можете просто двигаться, знаете, это как квест, как задание, сделай то, получишь вот это, и вы плавненько будете двигаться к своему желанию, вот то, что вам очень важно. Какие есть вопросы по сегодняшнему занятию? Мы с вами хорошо поритуалили, я довольна, у меня хорошее ощущение внутри. Я очень хочу, конечно, увидеть вас на нашем марафоне, потому что этот марафон, я думаю, он даст вам ту силу, ту энергию, то вот это вот сфокусированное, сосредоточенное движение, именно на то, куда вам нужно, а не куда вас призывают, я не знаю, там родственники, может быть, ещё кто-то. Вот. заявки на марафон можно оставлять на саппорте, либо, наверное, у Нади есть там какие-то другие предложения. Да. Вот марафон, переходите по этой ссылочке и регистрируйте, оплачивайте. С пятого числа мы стартуем. Растущая луна, мы с вами создаём определённое намерение и работаем над ним. Ну всё, давайте, девочки, хорошего вам вечера, хороших вам выходных, ну и с праздником вас наступающим.